Лето, теплая пора и отличная возможность съездить на природу, пожарить шашлыки и просто хорошо провести время. Но не стоит забывать об опасностях, которые скрыты в лесной глуши. Растения. Самые бойкие из них могут вызывать проблемы со здоровьем, вплоть до летального исхода. В первую очередь на территории Татарстана враждебно к людям настроены даже майские ландыши. Поскольку цветок занесен в Красную книгу, многие любители заработать собирают букеты красивых на первый взгляд цветов и продают. Однако, принеся эту красоту домой, вы рискуете нанести серьезный вред своему здоровью. Потрогав стебель одного из них, можно получить сильную дозу опасных веществ гликозидов, которые могут привести к остановке сердца. Поэтому, если вы собираете букеты ландыши или сажаете их у себя в саду, нужно быть очень осторожными. Через кожу гликозида не проникают, но нужно обязательно мыть руки после общения с ландышами. Также ни в коем случае нельзя употреблять в пищу плоды этого цветка. Сами по себе они красивые, блестящие, ярко-красного цвета и выглядят очень аппетитно. Но достаточно одной-двух ягод, чтобы начались проблемы с сердцем. А если будет съедено большее количество, то не исключенный летальный исход. Конечно, есть ядовитые растения, которые могут вызвать отравление и даже в некоторых случаях смерть при употреблении. Например, волчья лыка или даже ландыш майский, плоды которого могут влиять на работу сердца вплоть до остановки. Также не стоит забывать про растения, стимулирующие у большинства людей приступы аллергии. В частности, это элементы фауны, родиной которых не является Россия. Растение семейства амброзии является находкой для аллергиков в самом негативном смысле слова. Заведен этот вид был из Северной Америки, однако вредителей ее в нашей полосе нет. Следовательно, она начала распространяться в очень быстром темпе. Вытесняя с собой другие культуры и захватывая огороды и сады, превратившись в очень надоедливый сорняк. Даже неспелые семена амброзии, в отличие от большинства семян, способные прорасти и дать жизнь новому растению, сохраняют схожесть семена амброзии в почве до 50 лет. Каждое растение дает путевку в жизнь 40, а то и 50 тысячам семян, подобно борщевику. Поэтому затягивать с истреблением этого злостного сорняка не стоит. Период ее цветения приходится на август или сентябрь. Люди едут в бархатный сезон на море поправить здоровье, а привозят оттуда аллергию. Врачами амброзии присвоена максимальная степень аллергенности. Это значит, что она способна вызвать лихорадку даже у людей, в принципе, не считающих себя аллергиками. Тем не менее, в отличие от борщевика, амброзия поддается истреблению и не обладает такой устойчивостью к вырубке. И есть растения, которые очень сильными аллергенами являются. Их, правда, в Татарстане практически еще нет. Но это тоже растения инвазионные, чужеродные, родом из Северной Америки. В первую очередь, это виды из рода амброзия. У нас три вида в среднем поболжье сейчас активно распространяются. Это амброзия трехраздельная, амброзия полоневидная, и амброзия голоколосковая. У них пыльца достаточно сильным аллергеном являются. И для многих людей это представляет большую опасность. Несмотря на витающую в воздухе опасность, загонять себя в рамки и не выходить из дома в летнюю пару не стоит. Нужно просто быть осторожным при общении с любыми растениями и всегда в голове считать их потенциально опасными. Это поможет сэкономить время и не даст причинить вред своему здоровью даже неосознанно. Кузнецов, Универньюс.